Официальные результаты парламентских выборов в Израиле подтвердили. Бывший премьер Бениамин Нетаньяху возвращается к власти. Его правый националистический альянс, возглавляемый партией Ликут, одержал уверенную победу и получил 64 из 120 мест Кнессета. Нынешний премьер-министр Яир Лапид поздравил Нетаньяху с победой и заверил, что обеспечит организованную передачу власти. Явное парламентское большинство Нетаньяху может положить конец политическому кризису, который продолжается в стране четыре года. За это время выборы в Израиле прошли пять раз. Это также означает конец коалиции центристских, консервативных, левых и арабских партий, которая продержалась всего полтора года. В течение недели после объявления окончательных результатов президент Израиля должен поручить победителю сформировать правительство. На это у Нетаньяху будет 28 дней. Напомним, Нетаньяху ещё в 2019 году, когда он был на посту премьера, обвинили в коррупции. Судебные разбирательства продолжаются. При этом сам политик все обвинения отрицает. Это недостроенное здание служит школой детям из городка Магатио в отдалённом районе Кении. Внутри всё очень просто, но на партах лежат ноутбуки. Они станут для школьников проводниками в мир информационных технологий. Проект запустила местная жительница Нелли Чибой. Она сама впервые села за компьютер, когда приехала учиться в США. Это заставило её задуматься о судьбах школьников в родном городе. Девушка решила собирать списанные ноутбуки в офисах компаний. Пожертвованную технику приводят в порядок, если надо – ремонтируют. Потом отправляют в школы. За ноутбуки платить не надо. Однако нужно нанять учителя, поэтому уроки платные. «Наше занятие входит в школьную программу. Учителя проводят занятия с восьми утра до четырёх часов дня. Дети приходят на урок каждый день. Это не символический проект, когда занимаются только по выходным или в каникулы». Дети начинают учиться с первого класса. Многим занятия по душе. «Здесь меня научили работать с текстовым редактором, создавать веб-сайты с использованием языка гипертекстовой разметки и каскадных таблиц стилей. Мне рассказали о видеоредакторе OneShot, а также о НАСА, чтобы я построил ракету, когда вырасту. Поэтому я надеюсь, что смогу стать IT-экспертом». Обучение стоит примерно доллар в день. Для кенийцев это немало. Но без этого проекта у детей из отдалённых районов не было бы возможности даже прикоснуться к компьютеру. «У нас есть учащиеся, которые ещё даже не говорят на суахили, но знают, как пользоваться компьютером и создавать веб-сайты. И самое классное, что они могут делать это там, где живут. Им не нужно ехать в Найроби или Америку». Изучение информационных технологий поможет школьникам при поступлении в университеты. Также им будет легче найти работу. Сейчас программа действует в 13 школах в разных уголках Кении. В ней участвуют 5000 детей в возрасте от 4 до 12 лет. В этом спортзале в Канбери уже больше года помогают пожилым австралийцам, страдающим от остеоартроза. Это болезнь суставов, которая ограничивает подвижность и причиняет боль. Для таких пациентов разработали специальную программу физических упражнений. Они укрепляют мышцы, и нагрузка на суставы снижается. Обучение длится шесть недель. У Линды была сильная боль в коленях. Она мешала вставать и садиться. Уже после шестого занятия ей стало лучше. «Я чувствую себя намного увереннее при ходьбе. А моя главная цель – с большей лёгкостью вставать со стула и садиться». Пэм Хандерс уже перенесла операцию на правом колене. Потом усилилась боль в левом. Она не даёт спать по ночам. Ходить тоже стало труднее. «Я хочу избежать новой операции. Если у меня получится, это будет блестящий результат». Каждое занятие длится час. С пациентами работают физиотерапевты. Они объясняют, как правильно делать упражнения и оценивают результаты. Кроме того, у занятий есть сопутствующий положительный эффект. «Им очень нравится приходить сюда, встречаться с другими участниками программы и заводить дружбу». Программа работает с июня прошлого года. Обучение прошли уже более ста пациентов. Трое из четырёх отмечали, что у них уменьшилась боль, увеличилась подвижность суставов и улучшилось качество жизни. Несколько пациентов сообщили, что теперь могут обойтись без операции. Эта обувная фабрика в столице Венесуэлы работает уже более 50 лет. Несмотря на годы экономических трудностей и гиперинфляции, спрос на обувь местного производства пока сохраняется. Однако, удерживать его всё сложнее – из-за конкуренции со стороны более дешёвых товаров из других стран. Недавно в список добавилась Колумбия. «Сейчас мы конкурируем с колумбийскими и китайскими рынками. Что касается торговли в Колумбии, мы уже поняли, что там нам делать нечего. До этого были проблемы с Бразилией, Китаем и Индией. Теперь добавилась Колумбия». Венесуэла и Колумбия нормализовали торговые отношения в сентябре, полностью открыв свою границу, протяжённостью более 2200 километров. Это было ключевым предвыборным обещанием нового левого президента Колумбии Густава Петра. Перемены позволили в Венесуэле получить больше импортных товаров. Однако местные производители начали испытывать трудности. Президент промышленной конфедерации говорит, что венесуэльская продукция не может на равных конкурировать с колумбийской. Одна из главных причин – низкая покупательная способность населения. «Во-вторых, у нас есть проблема с огромными налогами, которые настолько высоки, что они влияют на стоимость продуктов. А из-за этого наша конкурентоспособность снижается». Около трёх лет назад власти Венесуэлы разрешили больше операций в иностранной валюте. Тем не менее, аналитики говорят, что долларизация не принесла достаточного облегчения. «Товары, которые покупают за доллары, стоят так же. А вот продукция в боливарах продолжает дорожать. Как мы можем конкурировать с дешёвым импортом не только из Колумбии, но и из других стран». Товарооборот между странами в этом году может превысить 1,2 миллиарда долларов. Впрочем, пока это выгоднее для Колумбии, поскольку на каждые 10 колумбийских товаров, прибывающих в Венесуэлу, в другую сторону доставляют лишь один. Ещё 10 лет назад этот водоём в чилийской столице Сантьяго был зловонным и грязным. Но сегодня здесь поют птицы, цветут цветы и плещется рыба. Река Мопоче в прямом смысле ожила. Этому предшествовали большие усилия природоохранного управления столицы и местных жителей. Начали с очистки канализационных вод, которые сюда сбрасывают. «После больших усилий, больших инвестиций и амбициозного плана, который включал в себя три больших биофабрики и проект «Чистая городская река Мопоче» в 2012 году, мы смогли очистить 100% воды от канализации». Раньше Мопоче была мёртвой. Здесь вообще ничего не росло. Теперь картина совершенно иная. «Вже 10 лет сюда не попадают сточные воды. 10 лет здесь течёт чистая вода. Поэтому в реку возвращаются такие виды, как анские сом и пресноводные крабы. Мы видели даже нутрий и желтоклёвую утку, которая теперь гнездится прямо в черте города». Теперь экологи добиваются того, чтобы Мопоче официально признали полноценным водно-болотным угодьем Сантьяго. По их словам, река для мегаполиса очень важна. Поглощает углерод, на два градуса понижает температуру воздуха и помогает защитить местную экосистему от инвазивных видов. «Мы работаем с 13 общинами, через которые течёт река Мопоче. Мы хотим объявить эту зону длиной 18 километров городским парком и тем самым защитить биоразнообразие». Если реке дадут официальный статус, её будет легче защитить от застроек, загрязнения и добычи песка и камня. Индийская деревня Матхира славится своим тысячелетним храмом солнца. А теперь здесь ещё одна достопримечательность – большая солнечная электростанция. Она круглые сутки обеспечивает энергией все местные дома и даже древний храм. Матхира стала первой деревней в Индии, полностью независимой от традиционных электростанций. Проект финансировали правительство и власти штата Гуджарат. В деревне живут 6500 человек. Многие зарабатывают на жизнь ремеслом. Гончарки Сапраджапати раньше делал почти вдвое меньше посуды, чем теперь – экономил на электричестве. Счета доходили до 1500 рупий в месяц. Это примерно 20 долларов. «Теперь можно сделать больше за меньшее время. Раньше приходилось тратить физическую силу и вращать колесо вручную. А теперь стало проще, поскольку оно работает на солнечной энергии». У швеи Рин и Бен тоже дела пошли лучше. «Я купила электрическую швейную машинку за 2000 рупий – 24 доллара – и шью на одну или две вещи больше каждый день. Заработок тоже увеличился, и мне легче растить детей». Солнечная электростанция также облегчила жизнь школьников и стариков. «Мои дети делали уроки при свете уличного фонаря. Теперь занимаются дома». «Я могу включать на ночь вентилятор и спать в доме. Так можно отдыхать с комфортом, и это приятно». Солнечная электростанция занимает 12 гектаров. Её мощность – 6 мегаватт. Также есть аккумуляторная система хранения на 15 мегаватт. Кроме того, в деревне установили солнечные панели на крышах 300 домов. Все излишки электроэнергии покупает государственная электросеть, так что люди не только экономят на счетах за электричество, но и получают дополнительный доход. Если проект окажется успешным, в Индии начнут строить солнечные электростанции и в других деревнях. Этот робот, возможно, сможет убедить Великобританию вернуть Греции мраморы Элгина. Так называют собрание шедевров древнегреческого искусства, которое доставил в Англию в начале 19 века лорд Элгин. Ныне оно хранится в Британском музее в Лондоне. Робот уже вырезал точную копию головы лошади возрастом 2500 лет, которую более 200 лет назад вывезли из Парфенона. «На сканирование и создание 3D-модели ушло 9-10 недель. Затем робот приступил к работе, вырезал примерно семь или восемь дней. Потом мастера три недели доводили её до совершенства. Последние 3-5 процентов – это ручная работа, и она решающая». Робот-скульптор находится в специализированной мастерской в итальянской Караре. Все скульптуры Парфенона он сможет воссоздать примерно за полтора года. «Мы не знаем наверняка, но лично у меня есть ощущение, что если бы эта технология была доступна Фидио или Микеланджело, они восприняли бы её с энтузиазмом». Афины добиваются того, чтобы мраморы Элгена вернулись на родину. Среди них 75-метровые рельефы, а также 15 метоп и 17 скульптур. Их создали скульптор Фиди с учениками. Элген, который приобрёл древности, в то время был британским послом в Османской империи, правившей Грецией. Лондон говорит, что мраморы купили на законных основаниях. Греция этого не признаёт. Пока никаких переговоров о возвращении артефактов с греческим правительством не ведётся. Этот драгоценный камень – самый крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, который когда-либо выставляли на торги. Он уйдёт с молотка 8 ноября на аукционе «Кристис» в Женеве. Бриллиант «Фортун Пинк» весит 18,18 карата. Оценивается в 25-35 миллионов долларов. «Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Он по-настоящему драгоценный. Такого давно не было на аукционе «Кристис». Самый крупный розовый бриллиант, проданный на аукционе «Кристис», – это камень под названием «Уинстон Пинк Легаси». Он весит почти 19 карат. За него выручили 50 миллионов долларов. «Розовые бриллианты входят в число самых редких драгоценных камней. Когда они попадают на аукцион, коллекционеры по всему миру проявляют огромный интерес. Особенно если камень крупный. Лишь немного ярко-розовых бриллиантов весом более 10 карат когда-либо выставлялось на аукцион». Важным лотом торгов также станет кольцо с бесцветным бриллиантом фирмы «Граф». У него квадратная огранка. Камень весит более 41 карата. Его оценивают в 5 миллионов долларов. Кроме того, на аукцион выставят бриллиантовые серьги в стиле ар-деко. За них рассчитывают выручить до 2,5 миллионов долларов.